Всем привет! В эфире итоги дня. Записываю сегодня вечером. Завтра утром вы это увидите в 9.00. Но видите, у меня там в полумраке комната такое достаточно розовое лицо. Секрет очень прост, разгадка. Я сегодня целый день была на лодке. И знаете, это такой физический труд парусником управлять. Поэтому я, конечно, и сгорела, и загорела. И вот в таком видео перед вами сижу. Но ничего. Самое главное, что мы можем сейчас с вами встретиться. Ну, последние новости. Главная такая новость этой недели. Это отставка Якова Смолья. Пока несколько дней у нас был перерыв. Уже успели не просто, достаточно быстро произошла процедура. Не просто прочитать и обсудить заявление господина Смолья. Но и даже проголосовать в Верховной Раде. Надо сказать, что голосование было достаточно единогласным. И мне еще месяц или два месяца назад в Верховной Раде говорили о том, что есть за отставку руководство Нацбанком. Пока что исполняет обязанности один из его заместителей, о котором тоже, знаете, много разных разговоров ходит. Но я думаю, что, в принципе, самое главное – это то, почему ушел Яков Смолин. Им были недовольны, недовольны политикой. Например, народный депутат Дубинский сказал, что ему не просто нужно уйти в отставку, ему нужно уже пора ходить на допросы. Конечно, есть вопросы и к монетарной, и к банковской политике, и к самостоятельности ее, и к тому, насколько эта политика была подчинена национальным интересам. Все это пусть обсуждают те люди, которые призваны, да, правоохранительные органы. Пусть они ведут расследование, потому что криминальные дела есть. И пусть будет обсуждение. Сам же Яков Смолин и часть украинского общества недовольны этой отставкой. В основном это та часть общества, которая приближена, я бы сказала, к международным западным организациям. И Яков Смолин заявил, что это было политическое давление, и именно поэтому это была главная причина его отставки. Вот я читаю прямую речь. Давление – это антоним для эффективного диалога. Разговор, где один говорит об экономике и финансах, а другой только слышит свои политические интересы, обречен на поражение. Означает ли моя отставка, что независимость НБУ удалось сломать? Нет. Это протест, это сигнал предупреждения, что это красная линия. Своя отставка я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институтациональные основы Центрального банка Украины. Ну, слова-то, в общем-то, очень красивые, да, но на самом деле, на самом деле, политику НБУ независимой было трудно назвать. Яков Смолин логически продолжал политику Валерии Гонтревой, которая, в общем-то, автор банкопада в Украине. Она утверждает, что она систему почистила от плохих банков, от серых банков. На самом деле, эксперты утверждают, что это не так. И утверждают, что именно Валерия Гонтрева стала, так сказать, тем человеком, который похоронил украинскую банковскую систему. Так это или нет, это дело экономистов рассуждать на эту тему. Я не экономист. Единственное, что я могу сказать, повторить, то, что я повторяла уже не раз, что закон, который принято называть антиколомойским или антибанковским, который недавно был проголосован с подачей НБУ, он совершенно там ставит, знаете, крест на приватной собственности, на банке. Ну, потому что любого банкира, в принципе, можно теперь сделать не банкиром, отобрать у него банк, без возможности эту ситуацию оспорить в суде. Ну, кто же может прийти на смену Якову Смолию? Давайте поговорим, чьи имена называются. Называлось имя Тимофея Милованова. Но вчера в программе в ток-шоу «Народ против» он сказал, что, к сожалению, он не сможет претендовать на эту должность, потому что в соответствии с украинским законодательством, там, по-моему, год после его ухода из Кабмина, он есть мараторий, да, он не может претендовать на такого рода государственные должности. Называют имя Богдана Данилишина. Это председатель Совета Национального банка, такой заядлый противник и оппонент Смолия. Посмотрим, да, он, насколько ему удастся, потому что вот он один из претендентов, насколько ему удастся занять это место. Но, чтобы вы понимали, это будет означать смену политики банка. Игорь Уманский, собственно говоря, из того же лагеря, потому что вы помните, с каким скандалом он уходил из Кабмина, потому что он на позиции министра пробовался всего лишь месяц. Но если правда то, что говорит об ограничениях Тимофея Милованова, то и Игорю Уманскому эта должность не светит, бывшему министру финансов. Романа Жуковского также называют. Он сейчас работает во Всемирном банке, до этого был в Минэкономике. Ну и там работал, конечно же, в администрациях различных президентам. Считается достаточно сильным макроэкономистом, имеет хорошие связи в международных финансовых кругах. Елена Щербакова, член Совета Национального банка, говорят, что ее очень лоббирует Яценюк, который сам тоже претендует на эту должность. Но он говорит, что если не я, то, конечно, пусть хотя бы будет Щербакова. Она имеет достаточно большой, 20-летний опыт работы в управлении НБУ и считается таким крепким профессионалом. Владимир Лавренчук, бывший председатель правления Райфа-Айзенбанка «Аваль». Тоже хороший финансист, тоже имеет опыт работы, но в публичной сфере особенно ничего о нем неизвестно. Ну и, наконец, Кирилл Шевченко, говорят, что это один из таких самых больших претендентов. Он председатель правления Укргазбанка. Дмитрий Дубилет, это имя звучит, но мне кажется, что он слишком молод, и что это маловероятно. У него нет опыта такой работы. Конечно, он банкир, конечно, он один из основателей Монобанка, но только и всего. Все-таки Национальный банк Украины – это очень серьезная позиция. Ну и, наконец, осенний Аценюк, политик. Он руководил нацбанком, как мы помним, в разгар оранжевой революции, но надо сказать, что он не имеет серьезной поддержки в Верховной Раде. Дело все в том, друзья мои, что вот из всех перечисленных я не увидела ни одного человека, который имел бы сегодня твердую поддержку в Верховной Раде. Поэтому я боюсь, что назначение председателя нацбанка может затянуться и будет руководителем Рожкова, о котором мы говорили в самом начале этого выпуска. Рожкова, против которой выступают очень многие депутаты. И это та самая Рожкова, как вы помните. Помните записи Гончарука? Тайные записи Гончарука у него с кабинета, когда они все признавались друг другу, и Рожкова, и премьер Гончарук, и с ними, по-моему, была Маркарова, министр. Они все признавались друг другу в том, что они не знают, как дальше руководить экономической политикой страны, банковской политикой, монетарной политикой. И куда везти Украину, они понятия не имеют. Вот как раз один из этих людей как раз сидела там Рожкова. Теперь она, возможно, будет довольно долго исполнять обязанности руководителя нацбанка. Конечно, ничего хорошего в этом нет, даже из не утверждающего. Но, увы, закон именно таков. Министр юстиции Денис Малюська рассказал о своем видении судьбы Лукьяновского следственного изолятора, где он в будущем предполагает открыть вип-камеры для женщин. Глава ведомства хотел бы переселить его обитателей за город, а в историческом здании СИЗО открыть отель, стилизованный под тюрьму. Вообще, конечно, Денис Малюська, которого я знаю лично, но вот визуально он производит впечатление очень неплохого парня. Ну, то есть, он харизматичен, он улыбчив, он не глуп. Но когда ты читаешь все его представления о том, как нам реорганизовать рабкрин, как нам реформировать пендициарную систему, ну, просто разводишь руками. Ну, это просто, знаете, какой-то детский сад третьей четверти. Вот точно так же, как я вчера имела счастье общаться с одним из замминистра одного министерства, не могу назвать какого, потому что она поймет, что о ней именно речь, мне бы не хотелось ставить в неловкое положение. Молодая девушка, молодая женщина, прекрасно воспитанная, чудесная. Но вот когда человек начинает говорить о реформах своей отрасли, ты понимаешь, что у него интеллект первоклассника. Ну, то есть весьма общее представление о том, чем он занимается. Ну, вот с Денисом Малюськой какая-то тоже вот странная в этом смысле ситуация. Ну, казалось бы, да, реформа пендициарной системы Украины – это очень серьезная ответственная история, потому что есть там две большие опции. Первая опция – это, собственно, пендициарная система, которая требует срочной реорганизации, начиная от внешнего вида тюрем и колоний и заканчивая тем, как они функционируют, по каким принципам они функционируют. Действительно ли там возможно то, что мы называем перевоспитанием человека? В каких скотских или не в скотских условиях человек отбывает свое наказание? Ну и второе – в пендициарной системе, которая очень велика в Украине, огромная часть, которую мы условно назовем коммерческой частью, ей принадлежат сотни гектаров земель, которые она должна обрабатывать, но, говорят, не обрабатывать, а просто сдают кому-то там в аренду, каким-то фермерам. И у господина Дениса Малюски, странный взгляд на это, я с ним разговаривала, он говорит, землю должны обрабатывать фермеры, а, дескать, там, не люди, которые сидят в тюрьме. Ну, господи, ну, из тех, кто сидит в тюрьме, там есть очень много людей, которые, да, у них есть опыт работы на земле, это одно. Может быть, не самое главное, но тогда вообще, в принципе, можно сказать так обо всем. Рукавицы и спецодежды должны шить те люди, которые там заканчивали ПТУ специально по шитью, а не заключенные. Делать мебель тоже должны мебельщики, а не вот те огромные цеха, их большое количество, которое есть, например, в тюрьмах Украины. Ну, странный взгляд, а почему бы не привести в порядок, не оптимизировать вот эту огромную, страшно коррупционную машину? Сделать ее некоррупционной и направить эти деньги, которые зарабатывают заключенные, которые получают же копейки, вы знаете, там очень маленький процент, на действительно развитие этой пенциарной системы, на ее реформацию. Потому что куда уходят эти деньги? Мы только можем догадываться. Потому что каждый начальник колонии, каждый начальник тюрьмы, королек на этом месте. Понимаете, давайте посмотрим, какие зарплаты у надзирателей, у других сотрудников, у сотрудников тюремных изоляторов. Они же настолько смешные, что совершенно понятно, люди там не будут работать без того, чтобы зарабатывать на том, что они что-то проносят на территорию. От наркотиков, заканчивая там продуктами и, я не знаю, мобильными телефонами или еще чем-то. Ведь это же естественная вещь, потому что не может надзиратель работать там за 10 тысяч гривен или за 15. Это очень сложная работа. Она сопряжена со многими психологическими перегрузками, серьезнейшими. Поэтому, а знаете, начинать реформацию этой системы с того, что мечты о том, что ты закроешь, да, в центре города, это одно из самых старых зданий в Киеве, Лукьяновское СИЗО, и что ты там сделаешь, какой-то там стилизованный отель под тюрьму. Ну, понимаете, какой-то детский сад, по-моему, да? Или там вип-камеры для женщин. Ну, давайте еще там декоративные, поставим беседки там на подъездах к каждому, я не знаю, к каждому СИЗО или к каждому тюремному комплексу. Ну, лошадь должна идти впереди телеги или нет? Ну, вот, понимаете, я думаю, что вы понимаете, да? Ну, у него как бы своя логика. Мы частично разгрузим Лукьяновское СИЗО, сделаем на Бориспольской трассе также киевский следственный изолятор. Но инвестиционные привлекательности зданий 19 века особенно не представляют там смысла, что это исторические памятки. Их нельзя снести, построить новое здание, комплексы и так далее. Единственная возможность, которую я вижу, и он бизнесом, он просчитан, это отель в Лукьяновском СИЗО. Ну, хорошо. Нардеп от оппозиционной платформы «За жизнь» Илья Кива прокомментировал акцию нацкорпуса, которая прошла в Киеве. Вообще было акции несколько на этой неделе, и они были связаны, я вам сразу скажу, с конфликтом с партией «Ширия». Партия «Ширия» сегодня в Украине имеет 2,5%, может, чуть больше, я не знаю, последние опросы, не хочу врать. Ну, то есть, это как бы уже там серьезный игрок, да, на этом рынке. И, конечно же, конечно же, это политическая борьба. Кому-то не нравится, что там поднимается молодая партия. Я сейчас вообще выношу за скобки, да, о чем партия, какая у нее идеологическая программа и так далее. Но угрожать, вот так, как это делают, например, да, там некоторые представители громадской организации, нацкорпус, там, говорит, что я вот вчера слышала выступление там какого-то ее представителя, он кричал, что их надо физически уничтожить. Потом мне просто прислали, перед программой «Народ против», мне прислали выступление, некое такое есть, уже когда-то ее вспоминали, «Морося Звероби». Надо сказать, что мне многие говорят, да не повторяй ты ее имя, она же только и хочет этого. Знаете, как в старом анекдоте, помните про двух, там, молодых людей, нетрадиционной сексуальной ориентации. Один говорит, я хочу, вот хотел бы сейчас красивого мужчину, а второй говорит, а я бы сейчас хотел футбол сыграть, чемпионат мира, последний матч, я бегу к воротам, промахиваюсь, и весь стадион кричит. А я кайфую. Но это старый анекдот, он немножко такой, может быть, не очень, знаете, корректный. Прошу прощения у всех, так сказать, я не отношусь к гомофобам совершенно никак. И у меня много друзей, поэтому нет. Но тут скорее о юморе, о чувстве юмора. Вот Маруся Зверобей как раз из тех людей, которые вот кайфуют, когда весь стадион кричит это слово, в ее адрес, она, так сказать, любая слава. И поэтому она тоже вчера там выступила, сказала, что надо физично, зныщиво-то, как она сказала, всех. Кому нравится, ставьте лайк. Ну, не знаю, часть говорит, вот там политик Михаил Дубкин, зачем вы вспоминаете ее имя? Она же просто там сильно пьющая женщина, которая вот говорит такие вещи. Но я считаю, что это серьезно. Понимаете, культура политической дискуссии состоит в следующем. Даже если нам не нравятся наши политические оппоненты, даже если мы видим там страну, другую конфигурацию, ее будущее. Это естественно. В каждой стране есть левое и правое, есть либералы и социалисты, и даже коммунисты. Есть люди, которые, ну, не мне рассказывают, что в Каталонии до сих пор висят там сепаратистские флаги, да, на балконах. Но есть же какие-то цивилизованные, цивилизованные инструментарии, но разговором об этом. Почему, например, я никогда не прощу Россию, которая вошла и некорректно, да, под дулами автоматов провела референдум, в котором участвовало там 30%. Я знаю, что сейчас у меня будет 150 комментариев, что это не так. Но дело в том, что эти цифры назывались, сразу после того, как случилось, случилось аннексия, они были на кремлевском сайте. Это социологи российские говорили о том, что только 30% жителей Крыма пошли на этот референдум. Ну и вот из 30% проголосали. Видимо, те, кто хотел проголосовать, пошли. А те, кто не хотел проголосовать, остались дома. Даже несмотря на то, что там уже были люди зеленые человечки, да, в Крыму. Поэтому мы живем в цивилизованном мире, и никто не имеет права нарушать границы. Если нам не нравится жизнь в стране, мы собираем свои вещи и уезжаем. Если мы не хотим уезжать, мы боремся за изменение этой жизни в ту сторону, в которую нам нравится. И, конечно же, культура политической дискуссии – это самое важное, что в этом смысле может быть для того, чтобы сохранить единство народа. Ведь есть очень много людей, с которыми у меня, знаете, взгляды схожие. Но они у меня вот с точки зрения этики и эстетики неприятны. Вот как они разговаривают, что они себе позволяют иногда в этих дискуссиях. Знаете, вот этот хабальный какой-то тон. Есть наоборот. Люди, с которыми я категорически не согласна, категорически, но они мне симпатичны, как люди, потому что я вижу определенную последовательность. Я вижу, что мне не терять человеческого лица ни в какой дискуссии. Я вижу, что они живут с определенными принципами и никогда от них не отступают. Знаете, вот это человеческая составляющая мне всегда казалась важнее, чем любая другая составляющая. Идеологическая, политическая, взгляды. Это все не важно. Для жизни это, конечно же, имеет значение. Вот я сказала, не важно, я не права. Я хотела сказать, что это менее важно все. Очень важно, чтобы человек был порядочным, умным, благородным. Вот такие люди, таких людей мы хотим рядом с собой видеть. А уже насколько они будут нашими идеологическими противниками или политическими, мне кажется, не так важно. Не так важно. Я даже со своими родителями, даже со своим отцом, скажем, смотрю на политику по-разному. Ну и что? Мы любим друг друга. Очень сильно, понимаете? Поэтому мне кажется, что применительно к стране это необходимо. Это как с детьми. Вот я обратилась, что в некоторых семьях, да, сегодня я провела день, как я вам сказала, на лодке, когда привела в дом девочку, с которой я была 10-летнюю, ее младший брат, двухлетний, бросился на встречу и закричал, как я тебе рад. Понимаете? А есть семьи, где брат и сестра никогда друг другу не говорят, но родители их этому не учили. Вот мне кажется, в обществе то же самое. Когда государство, когда вот эта атмосфера, которая, да, господство в стране учит тому, что мы все вот каким-то гуманистическим принципам, тогда мы все друг к другу относимся. Итак, это такая длинная, знаете, тирада была. Как раз я хочу закончить новость про нацкорпус и парцию ширия. Что говорит Кива? Собралась куча маргиналов, которым заплатили деньги, кстати, небольшие. А как им себя еще проявлять? Маргиналы, которые валяются в ногах у Порошенко, развернули плакаты и кричали свои речерки, которые им написали чужой рукой на шпаргалках и плакатах. Слушайте, опять же, ну, как вы понимаете, там, Илья Кива не является моим политическим кумиром. Но я видела фотографии, я видела видео, где люди, которые приходят на эти все митинги и собрания, они просто там в определенный назначенный час бросают все это, там, флаги, листовки, плакаты и уходят. Да? Ну, этот мусор весь остается в одном месте. Слушайте, но если вы идете на митинг и если у вас действительно есть желание сделать какой-то плакат и вы его принесли с собой, то я думаю, что вы как нормальный человек, обязательно его там, если он вам больше не нужен, вы его выбросите в урну. А если он вам нужен, вы его принесете домой. Но вы не бросите его посреди улицы. Вот это, казалось бы, мелочь, да, политическая культура, она очень важна. Ну, и, конечно, избиение людей. Это, слушайте, ну, это, понимаете, что бы там ни было, поднимать руку, я не знаю, на политического активиста, на журналиста, я всегда буду категорически возражать против этого. Просто буду категорически возражать. Так же, как и всегда, буду категорически возражать против того, что в очень бедной стране, где 80% людей живет за чертой бедности, а вот нардеп Ольга Смоглюк обнародовала данные о зарплате членов наблюдательного совета Укрзлезнете. Наблюдательный совет, друзья мои, не топ-менеджеры, не еще кто-то, не люди, которые отвечают ежедневно за логистику того, что происходит на Укрзлезнете. Просто наблюдательный совет. Какие-то далекие мужчины и женщины, половина из которых, конечно же, иностранцы, которые здесь не живут. Что они наблюдают, непонятно, но их зарплата, доходы членов наблюдательного совета Укрзлезнете, честно говоря, ну, самый смелый полет фантазии, да, они перебивают. То есть, железная дорога, которая перешла на четырехдневную работу пока что, да, которая освобождает 70 тысяч железнодорожников, ну, то есть, она их просто выбрасывает на улицу, потому что коронавирус, потому что она на грани банкротства. Та самая железная дорога, которую передали в управление немецкому банку. Сегодня члены наблюдательного совета получают от 300 до миллиона. Ну, вот я вам могу засчитать, да, например, глава наблюдательного совета, председатель шефки аджунер за период, за несколько месяцев получил с сентября по апрель получил 13 миллионов гривен зарплату. Ну, по-моему, неплохо. Особенно, если учесть, что там у нас в областных центрах и в районах до сих пор средняя зарплата это там 5 тысяч гривен. Сергей Лещенко, бывший журналист, эти, говоря, притчевые языки, человек, который никогда не работал ни в одной компании коммерческой, который понятия не имеет, как управлять большой организацией, которого устроили наши западные партнеры, они его рекомендовали в наблюдательный совет. И он получает, например, он получил с января по апрель за 4 месяца, да, получил тоже полтора миллиона гривен зарплаты. Ну, то есть, и так можно перечислять там всех остальных. Там, Олег Журавлев, Кристиан Кун. Кристиан Кун получил, никто не знает, кто это такой, нет, ну, может, кто-то и знает, конечно, но мы не знаем, кто это, 11 миллионов, почти 12, 11 миллионов. Все это, конечно, вызывает огромные вопросы. А почему, собственно, почему такой разрыв? Точно так же совершенно колоссальная зарплата в нафтогазе, в государственной компании и еще больше премии. мы помним все премии в 46 миллионов долларов за то, что норвежская компания помогла украинскому нафтогазу выиграть суд у «Газпрома». Норвежская компания получила за это, насколько я знаю, 22 миллиона долларов гонорар. Зачем тогда премия господину Коблеву и еще 5 человек им-то топ-менеджер? Им-то за что? Ну, норвежцы получили, занимались арбитражем, да, норвежские юристы. А чем занимался господин Коблев? Они говорят, ну как, ну мы же сообразили дать норвежской компании это дело. За сообразительность. Видимо, как-то так, да. У нас еще на этой неделе такая появилась замечательная, она не появилась на этой неделе, но до этой недели никто о ней особенно не говорил. Я в прошлом выпуске уже вспомнила о ней госпожа Клитина, которая выпустила сначала один ролик в платье, который был очень похож на купальники, и все были в СИОС уверены, что она в купальнике, потому что она так хитро себя снимает. Вчера она была практически без ничего, там что-то было, но было не видно, тоже вот так же. Она была в кепочке такой симпатичной, она следующий выпуск сделала, и, знаете, почти рыдая сказала, что она вообще в этом мире инопланетянка, и вот она походила по каналам, канал ее обидели, они начали устраивать голосование, настоящий у нее грудь или не настоящий. Так и хочется сказать. Ну, госпожа Клитина, ну, вы же сами сказали в интервью, там, сайту «Страна», что вы можете дать приз, или премию, или подарок, кто определит, какая у вас грудь. Вот там телеканалы устрого голосования. А зачем вы вообще говорили на эту тему? А зачем вы вообще снимаетесь без одежды, когда вы говорите, там, какие-то политические лозунги провозглашаете? Мы приглашали ее на «Народ против», но она, редактор, написала такую печальную смс-ку в стиле «Господа вы звери», что она не верит ни одному журналисту, что она никогда не думала, что все будут над ней смеяться. Ну, что такое? Вечером записала вот этот ролик опять и сказала, что вот если бы, конечно, они же не обсуждают экологию, они не обсуждают бедность людей, они вот обсуждают только меня. Ну, мы как раз приглашали обсудить как раз очень серьезные темы, но она не пришла. Так что, ну, посмотрим. Я по-прежнему считаю, что от работы технологов, что она, конечно же, строит из себя рабу любви, и там такую Елену Соловей, знаете, Алиса с мегафоном такая. Якщо никто не может допомогать этой краине, допоможу и я. Ну, вот что-то такое. Но посмотрим, если, ну, это такой долгосрочный проект, но обязательно посмотрим, во что он вылится. А может быть, и выдохнется довольно скоро, потому что, ну, что еще можно придумать, кроме вот этих таких пикантных показов? Не знаю. Более серьезно событие, вот я прямо сейчас прочитала, что судьи прям возмущены очень. 30 июня представитель исполкома над Совета реформ Михаил Саакашвили сообщил, что президент Владимир Зеленский поручил в июле обсудить на заседании Совета фундаментальную концепцию революционной судебной реформы. Ну, судья, узнав о том, что судебной реформой у нас будет заниматься Саакашвили, все, конечно, встали на дубы, потому что у нас уже есть некий опыт общения, как реформирует Михаил Саакашвили в Украине. Поэтому, конечно же, в Грузии, насколько я понимаю, Саакашвили не удалось провести судебную реформу, иначе бы он не боялся туда приехать по поводу своих собственных судебных дел. Как он здесь будет проводить, неизвестно, но о чем говорят судьи. Судьи подчеркивают, что, согласно с президентом Зеленским, в обществе существует запрос на справедливость. Хотя, надо сказать, что справедливость это не всегда законность, да, но, надо сказать, что у нас судебная реформа, это такой жупел, не было ни одного президента, который не приводил бы судебную реформу, не было ни одного премьера, который бы не кичил с этим. В итоге, у нас, ну, прямо на сегодняшний момент, после судебной реформы времен Порошенко, у нас уволилась половина судей, а может быть, даже три четверти, у нас некому заседать, у нас вот такие горы дел лежат, вот, и Украина, конечно, задыхается, вообще украинская судебная система задыхается от количества дел, которые она должна рассмотреть, и эти дела не рассматриваются годами, понимаете, даже очень громкие и важные дела. Так вот, судьи считают, что да, конечно, проводить реформы нужно, в то же время, вот, по их мнению, суть судебной реформы должна заключаться в максимальном сочетании справедливости и законности. Также они отмечают то, что в Совете Судей, да, говорят о том, что к полномочиям председателя Исполнительного Совета реформ не относятся совершение действий, направленных на подрыв конституционных основ разделения вностей на законодательную, исполнительную, судебную, пренебрежение принципами независимости судов и судей. Вот так вот они восприняли эту новость, ну, посмотрим, как в сущности будет дальше. Да, и что нам предложит Михаил Саакашвили в качестве радикальной судебной реформы. Ну, и медиазакон продолжают все обсуждать. Если его примут, это, конечно, будет катастрофа, потому что этот медиазакон все журналисты или почти все журналисты называют законом, который принесет цензуру в Украину, медиацензуру, они называют практически это таким, знаете, террором по отношению к журналистам. И пока что я слышала, как я вам уже говорила, что многие депутаты не собираются за него голосовать. Ну и финал. Друзья мои, в финале я просто хочу, у меня есть такая подруга Ирина Лермон, она отличная, один из самых крутых медиа-менеджеров, вернее, не медиа-менеджеров, пиар-менеджеров в стране. Она сегодня, не знаю, не буду вам говорить, где она работает, потому что она мне на это не уполномочила, она написала замечательный пост, которым я сегодня хочу закончить наши такие, знаете, постоянные итоги дня. Тикток вошел в топ 100 самых дорогих брендов мира и занял почетное 79 место. После карантина пилоты F1 будут гонять в умном нижнем белье щипами, обрабатывающими их биометрические данные в режиме реального времени. Украинские бренд Финч выпустил свитшоты и футболки дополнены реальностью для инстазависимых юзеров в рамках идеи устойчивого потребления. Кэти Перри скоро станет мамой девочки, а король Бутана недавно стал отцом мальчика по имени Бесстрашный. Кстати, девушки Брэд Питт все еще не женат. И это были лучшие новости этих дней. Ну вот так, друзья мои, в мире всегда есть место чему-то хорошему. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай- Продолжение следует...